На Тихоокеанских островах, в известняковых скалах, обитают странные рыбки, собачкообразные рыбки. Странность их заключается в том, что они не любят воду. Когда их захлестывают волны, они пытаются убежать подальше. Они плохо плавают и в воде становятся легкой добычей. Ну а чтобы не умереть на суше, им достаточно просто смачивать свою кожу. Самцы несколько крупнее самок и имеют ярко-оранжевый спиной плавник. Он проводит ритуальный танец перед самочкой, чтобы та отложила икру. Затем самец забирается в пещерку и оплодотворяет ее. Вот еще одна похожая и странная рыбка. Перед вами рыба, которая не живет в воде. Ими ему и листый прыгун. Большую часть времени она проводит на суше, а точнее в этой грязи из ила, пограничной зоне между морем и сушей. Припекаемые солнцем, эта грязь богата микроскопическими водорослями, что входит в рацион прыгуна. А вообще он ест практически все. Насекомые, моллюски, ракообразные и черви. Все сгодится. Чтобы не высохнуть, и листый прыгун катается в грязи, постоянно поддерживая влажность. Интересен способ его передвижения. Рыба опирается на брюшные плавники, будто на костыли. А передними плавниками отталкивает свое тело вперед. Хвост неподвижно волочится сзади. Однако, если илистый прыгун торопится, то он подключает хвост, и его скорость заметно увеличивается. Хвост у них очень сильный. Чтобы привлечь самку, они способны высоко подпрыгивать, отталкиваясь хвостом. Кто выше прыгнет, того и самочка. Но самцу нужно еще вырыть пещерку, куда самочка будет откладывать икру. Делают они это ртом. Это будет звучать странно для рыб, но у них есть собственная территория, на которую они не пускают чужаков. Этот самец замечает чужака, и, будто хищный лев, он бросается на защиту. Вторгшийся самец дрожит от страха, но принимает вызов. Битва началась. Чужак проигрывает и вынужден уйти. Населяют илистые прыгуны мангровые леса и солоноватые воды тропических побережий, за исключением нового света. Некоторые виды живут в реках и прудах, добывают пищу во время отлива. Кажется, как будто какой-то червь или слизень прорывается из земли на поверхность. На самом деле, это рыба. И рыба это очень древняя, возраст которой насчитывается более чем в 300 миллионов лет. Примерно так выглядели и передвигались давние предки, которые вылезли из океанов на сушу. Это двоякодышащая рыба. Обитает она в основном в Африке. Можно встретить ее в Австралии и Южной Америке. У нее есть примитивное легкое, позволяющее ей дышать воздухом. Они обитают в болотах и на окраинах рек. Во время засушливого сезона эти болота высыхают. И все живое, что в них было, погибает. Однако эти рыбы нашли способ выжить. Когда воды становится мало, они начинают дышать воздухом и передвигаются по суше в поисках подходящей лужицы. Затем они зарываются в грязь и покрывают свое тело слизью. Слизь высыхает и образует мешочек, защищающий от внешнего воздействия и не давая рыбе высохнуть полностью. Рыба сильно замедляет свой метаболизм и впадает в подобие спячки. В таком состоянии она может находиться несколько лет, так как засушливые сезоны в Африке могут длиться годами. Но как только первая влага попадает на ее тело, пламя жизни в этой рыбе разгорается с новой силой. Она выстает из мертвых и выбирается из своей гробницы, чтобы найти подходящий водоем. Одно из наименее изученных экосистем в мире является глубоководное дно. На огромной глубине обитает множество невероятных созданий. Вот одно из них. Рыба-тренога. Рыба-треноги обитают на глубине до 6000 метров. Они распространены почти по всему миру и уникально сконструированы для своего образа жизни. Вместо того, чтобы плавать по дну в поисках пищи, эта рыба позволяет своей еде найти себя. Но в отличие от лягушек или подобных рыб, которые полагаются на камуфляж и ловят ничего не подозревающую добычу из засады, Рыбам-треногам даже не нужно двигаться во время охоты. Вместо этого они сидят неподвижно на длинных тонких плавниках над морским дном и выхватывают добычу из водной толчи. Они поворачиваются передней частью тела против течения. Это позволяет их предпочтительной добыче, зоопланктону, попадать прямо в пасть. Охотнику не нужно прилагать даже малейших усилий, чтобы поймать еду. Рыбы-треноги получили свое название, потому что они выглядят так, как будто они сидят на треноге. Несмотря на среду обитания, рыбы-треноги достаточно хорошо изучены. Они живут на мелкозернистом песке на глубине, как правило, глубже, чем может проникнуть свет. Эти животные имеют специализированные приспособления, называемые лучами. Лучи длиннее самой рыбы и свисают с плавника, когда рыба плавает. Лучи имеют специальную конструкцию. У них даже есть подушечки, которые защищают лучи во время контакта с морским дном. У рыб-треног очень маленький плавательный пузырь. Это важно из-за давления на глубине. Плавательный пузырь – это газонаполненный орган, который помогает рыбам поддерживать нейтральную плавучесть, благодаря чему они не тонут и не поднимаются в толще воды бесконтрольно. Живя в мангровых зарослях, где множество насекомых, эта рыба выработала необычный стиль охоты. Субтитры создавал DimaTorzok Для стрельбы рыба-брызгун замирает у поверхности воды прямо под жертвой, вверх головой, и резким движением жаберных крышек направляет воду по продольной бороздке на небе тонкой струйкой. Эта рыба – меткий стрелок и почти всегда попадает в цель. При этом ей нужно учитывать направление ветра и его силу на поверхности, а также преломление света в воде. Смотря из воды, жертва находится не там, где она кажется. Но не все так просто. Молодые особи еще не умеют точно стрелять, и им приходится тренироваться. Сотни выстрелов не достигают цели, но вскоре брезгун научится попадать. Чем больше размер рыбы, тем на более дальнее расстояние она запускает струю. Брезгун может сбить насекомое на расстоянии более метра от него. Обитают эти удивительные рыбки преимущественно в Юго-Восточной Азии. Это небольшая рыбка. Средний размер ее 10-15 сантиметров. Это удивительное существо называется рыба-фонарик. При взгляде на нее создается ощущение, что ее глаза светятся. Отчасти так и есть. Под ее глазами расположен объемистый светящийся орган, свечение которого обеспечивают симбиотические бактерии. Рыба по желанию способна включать и выключать свой фонарь, благодаря черной заслонке, которая поднимается или опускается перед органом. Это что-то вроде проблескового маяка. Свой светящийся орган рыба использует при поиске добычи, уклонении от хищников, а также для общения с другими представителями своего вида. Обитают эти удивительные рыбки в западной части Индийского океана. В районе Красного моря, Камодских островов и острова Реюньон. Есть они даже на Мальдивах. Эта рыба небольшая по размеру, максимум 12 сантиметров в длину. Обитает на относительно больших глубинах, обычно ниже 200 метров, хотя известно, что ночью они перемещаются в более мелкие воды. Она ночной хищник, проводящий день в пещерах и расщельнах, и проявляющий активность ночью, когда рыба выплывает из укрытий в поисках пищи. Обычно она охотится большими группами вдали от рифа. Световые органы рыбы позволяют ей уклоняться от хищников. Для этого она применяет стратегию «моргни и плыви». Она медленно плывет в одном направлении с включенным светом, после чего моргнет им и хаотично меняется в другом направлении. Эти очаровательные существа являются наглядным примером того, насколько разнообразной может быть морская жизнь и как виды могут адаптироваться к жизни в различных средах обитания. Их необычайная способность производить свет служит инструментом выживания в глубоких темных частях океана, куда не проникает солнечный свет. Про существа, которые не вписываются в привычные нормы внешности, часто говорят, будто они не с нашей планеты. Рыба-луна идеально для этого подходит. Действительно, для рыбы у нее крайне необычный внешний вид. Она практически круглая и сильно приплюснутая по бокам. Ее плавники расположены сзади, а хвостовой плавник вообще отсутствует. С таким строением тела передвигаться не очень удобно, а передвигаться быстро вообще невозможно. Поэтому эти рыбы крайне уязвимы. В ее жизни столько опасностей, сколько не снилось большинству видов животных на планете. Как и у других рыб, жизнь рыбы-луны начинается с вылуплений из икринки. Новорожденный малек размером с песчинку. В нем 2,5 мм длины и меньше грамма веса. Его могут съесть вообще все. У юной рыбы-луны нет ни яда, ни нормальных плавников, чтобы сбежать. Единственная сомнительная защита, похожего на овал детеныша. Несколько шипов, торчащих во все стороны. На этом этапе жизни рыбы гибнут миллионами. Малышу нужно обладать огромным везением, чтобы просто выжить. Одно хорошо – раздобыть пищу ему несложно. Рыбка таких размеров может кушать и планктон. Малек кушает в три горла и округляется чрезвычайно быстро. Вскоре одного планктона рыбы-луне становится мало, и она переходит на добычу покрупнее – мальки, креветки и водоросли. Ей самой тоже начинают интересоваться хищники крупнее, быстрее и умнее. Сотни тысяч рыб гибнут на этом этапе. Но те, кто выживут, лишатся своих шипов и приобретут самые странные плавники на планете. У этих рыб нет ни хвоста, ни хвостовых плавников. Их роль выполняет спиной и анальный плавник, которые срослись в единую лопасть сзади. А перемещение осуществляется за счет движения брюшных плавников, один из которых переполз на спину. Самое странное, что это работает. Крейсерская скорость взрослой рыбы – аж 4 км в час. А за день она проплывает до 26 км. За 15 месяцев наблюдений рыба-луна весом в 26 кг увеличила свою массу в 15 раз. Она стала весить 399 кг. И это не предел. В дикой природе встречаются рыбки весом до 1,5 тонны. Большая часть хищников не в силах скушать такую громадину. Она им не по зубам. Прочная шкура усилена хрящевой прослойкой толщиной в несколько сантиметров. Но акулы, касатки и морские котики с радостью отцапают от рыбы луны кусочек. Причем в прямом смысле. Хищники часто отгрызают кусок мяса и уплывают, позволяя живым остаткам дрейфовать дальше. Ключ к выживанию этих гигантах – высокая плодовитость. За один заход самка рыбы луны откладывает до 300 миллионов икринок. А за всю жизнь она может стать матерью трех миллиардов детей. Закон больших чисел гарантирует, что хотя бы парочка из миллионов мальков выживет. Они станут тяжелее в 6 миллионов раз и дадут начало новому поколению слабых, медлительных, но невероятно активно плодящихся рыб лун. Дайверы, рискнувшие погрузиться в холодные воды северной части Тихого океана, изредка встречают среди камней и водорослей странных созданий с длинным и гибким телом, чьи головы выглядят уродливой пародией на человеческие. Но это не жертва какого-то древнего проклятия, а всего лишь редкие лучеперые рыбы. Это угревидная зубатка. Они были известны еще исландским рыбакам. Те высушивали головы добытых в море чудовищ и хвастались ими перед гостями. Несмотря на то, что внешне зубатковые напоминают мурен или угрей, на самом деле это самостоятельный вид лучеперых рыб. На западе зубаток часто называют угорь-волк. Этим они обязаны удивительному строению ротового аппарата. На обеих челюстях располагаются несколько рядов зубов, причем в первом ряду находятся впечатляющие клыки. Они нужны рыбам для того, чтобы охотиться на моллюсков и ракообразных. Мощные челюстные мышцы позволяют с одинаковой легкостью разгрызать и твердые панцири, и рыболовные снасти. Впрочем, при случае зубатки не брезгуют и мелкой рыбешкой. От такого образа жизни зубы быстро приходят в непригодность. Поэтому в зимний период они обновляются. Старые выпадают, а новые растут довольно быстро и становятся достаточно длинными и прочными уже через месяц-полтора. Еще одна характерная особенность зубаток – невероятно длинные спиной плавни. Всего позвоночник угревидной зубатки насчитывает порядка 200 позвонков. Это делает ее тело гибким и крайне подвижным. Размеры веса взрослых зубаток сильно разнятся от особи к особи. В среднем рыба может вырастать до 2,5 метров, при весе в 40-50 килограмм. Удивительно, но эти существа моногамны. В поединках за даму сердца самцы таранят друг друга массивными головами и рвут друг друга острыми клыками. Единственная защита – утолщение вокруг глаз и толстой губы. Это спасает далеко не всегда, так что гордый победитель всю жизнь ходит со шрамами. Самка мечет от 40 до 600 тысяч икрины, которые склеиваются в один большой шар и прилипают ко дну. Самцы сторожат ее, пока самки добивают пропитания. Больше крутых видео в телеграм-канале. Ссылка в описании, в комментариях и в профиле канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова